День 2 Доброе утро! Мы проснулись. Никого звать не будешь на помощь? Сам встанешь. Ну окей, пошли. Вставай. Где ты, Лиси? Иди сюда. Хорошо. Сейчас подойду. Сейчас подойду. Правда, не очень хорошее место мы с тобой выбрали для ночлежки. Вот на этой кушетке спать, это не очень удобно. Я снова найду тебя. Снова? Так она что, уже не первый раз уже теряется? Ну. Сестра. Ну и сестра. Непонятно пока для меня, кто это все-таки, Лиси или Алиса. Тедди, выгляни на улицу. Какой прекрасный денек. Хорошо, сейчас выгляну. Куда же деваться-то? Может быть, как-нибудь мы с тобой загуляем в другую комнату, я не знаю, там, наверх сходим, раз уж никого-то дома-то нет-то. Можно бы как бы и сходить, посмотреть. А ты что, всего стесняешься? Весь какой-то больной. О, отлично, молодец. Хоть прогуляемся, может, что-нибудь найдем здесь. Ну вот, записка есть, но, правда, он ее не берет почему-то. Она, кстати, немножко подгорелая. Кусок мяса валяется. Не в холодильнике, кстати, ничего. Может, он уже попортился весь. Ну, вид, конечно, да, шикарный. Трубка оставленная, никто ее не забрал. Хозяин, видать, курит трубку. Может, наверх загуляем? Странно, что ты записки не читаешь. А, что-то он все-таки может почитать. Не, не может читать ничего, абсолютно. Видать, все ему неинтересно. Можно сыграть. Давай сыграем. А, Дроген Волс. Послушай музыку. Молодец. С детства хотел лучше сыграть на пианино, но руки у меня и пальцы не под то заточены. Пианист получен достижение. Странно, почему ты не хочешь книжку посмотреть. И мне странно было, что ты эту записку почитать не хочешь. Горелую, между прочим. Так, это, по-моему, детская комната. Тут детские рисунки. Ну да, это детская комната. Странно, да. Куда-то делись все жители непонятно. Неплохая веранда. Свежим воздухом подышать. Классные виды все-таки. Виды здесь классные. Надо будет как-нибудь съездить в Норвегию, подлюбоваться фьордами. Погодкой. Природой. Все здорово. Ладно, пойдем. Виды шикарные. Все хорошо. Так, еще две комнаты, да. Закрыто. Открыто. Ну, здесь, в принципе, ничего нет. Ладно, пошли на улицу. Дом посмотрели, все посмотрели. Никого нет. Убедились, правда, только здесь дверь закрыта. Может быть, кто-то там прячется. Но вряд ли. Я уже думал, ты никогда не проснешься. Я осмотрелся в доме. Ага, то есть теперь это нормально? Запомним. Как спалось? Мне снилось Бетти. Она была в саду и звала меня. А тебе, дорогая Алисия, и как спалось? Ах, старина, ты же меня знаешь. Чуть светая, а ты уже на ногах. Френлэда не вернулись домой. Нет, не вернулись. Вообще ни одной живой души. Не считая той фигуры в тумане прошлой ночи. Я думал об этом. Я... Угу. Что? Я ведь только-только проснулся. Я был не в себе, и... Туман был густой, как суп. Я не знаю, видел ли я то, о чем я подумал. Ты что, гонялся за призраком? Я плохо разглядел. Я даже не уверен, что там вообще кто-то был. Ну, кто-то же должен быть. Я не о призраках. И не о козах. Как ты там вчера сказал? Может, они смотрят на нас с горных вершин? Я осмотрюсь. Фрэдлэнды скоро вернутся домой. И Бетти здесь. Я точно знаю. Я чувствую. Да как скажешь, мешка Тедди. Ты еще не закинулся своим утренним пойлом? Я не буду рыться в их буфетах. Без своего чая с толстыми ты будешь просто невыносим, старикашка. Я не голоден. Первое, что у нас на повестке дня, это найти местных жителей. Задание. Вот это да. Я тогда схожу на разведку. Заветимся внизу у тех домов. Какая шустро. Давай-ка, Гровик, раскроем нам свои секреты. А, так ты еще и рисуешь, что ли? 4 августа 1923 года. Дорогой мистер Харден, надеюсь, это письмо застанет вас в добром здравии. Мы с моим мужем Йоханом получили ваше письмо от 9 июля. Мы хотели пригласить вас погасить в нашем доме в октябре. Не беспокойтесь, вы не доставите нам никаких неудобств. У нас всего один ребенок, наша дочь Рут. И более чем достаточно места, чтобы разместить одного гостя. Нас очень обеспокоила новость о пропаже вашей сестры. К сожалению, новостей пока нет, и я думаю, она еще не прибыла в Гровик. Я поспрашиваю людей, если кто-то что-то узнает и расскажет мне, я напишу вам. Однако я уверена, что с ней все в порядке, и что ее просто что-то задержало в дороге. Что касается вашего приезда, боюсь, что паром из Олисуна в Гровик больше не ходит. Так что вам придется добираться через фьорд самостоятельно. Когда приедете, вы найдете нашу ферму на вершине холма без проблем. От причала мимо магазина идет вверх дорога. Наш дом вы не пропустите, он самый большой во всей деревне. Прошу вас, напишите нам снова, когда вы окончательно определитесь с планами, или получите известие от сестры. Мы с мужем с нетерпением ждем вашего визита в октябре. Искренне, ваша Анна Фретланд. Окей. Что еще есть? Больше, в принципе, ничего. Есть небольшая карта, есть домик, есть пропавшая лодка, есть манекен. И есть церквушка. А это журнал, да? Угу, хорошо. Такс. Ну давай открывать свои секреты, Гровик. Бег трусцой. Да я боюсь, что если я буду бежать постоянно, он сдохнет. Он какой-то весь больнючий. Прыгать ты умеешь, прыгать тоже не имеет. Ну вот понятно, ноги сломают еще или еще что-нибудь, какая-нибудь фигня произойдет с ним. Амбар какой-то? Ну что-то ни одного животного нет. Вы никого не разводите, что ли? Чайки вам во все. Здесь никого нет. Туда как бы тоже получается ты не идешь, да? Что у нас в колодце? Нарисовать? А что будем рисовать? Ну все-таки он художник какой-то. На картинке он какой-то немножко другой. не такой. Вот Лисия на картинке, она похожа. А вот он что-то как-то не особо. Ну ты толком что-то рисовать? Или мне надо что-то сделать? Ага, мне надо было отменить. Ну и что-то зарисовал. Угу. Ну хорошо. В принципе получается здесь все. Можно сесть. Но уже мы в принципе посидели, порисовали, все прекрасно. В подвале никого? Никого. Ну ладно. Побежали. А там как будто водопад что ли получается. Класс. Что не говори, а пейзаж здесь шикарный. Так, мы можем пойти так, либо пойти вот так вот. А она кстати где? Алиса! У девицких домов, Тедди! Угу. Ладно, прогуляемся сюда. Куда идти понятно, поэтому пойдем туда, куда дорога ведет. Может что найдем новенького. Может какую-нибудь тайную пещеру или типа того. Ну просто другой был путь, вот и все. То есть мы могли бы так пойти, да? А пошли как раз красивейшими местами. Делали перерывы, любовались. Угу. Это можно открыть? Пока закрыто. Хорошо. Так, ну смотри. Коз я нашел. Одна была в тумане в прошлой серии. И две здесь. Эти-то ходят в загоне. А та каким-то образом получается выбралась что ли. Еще один колодец. Здесь наверху, Тедди! Хорошо, ладно. Эй, подними глаза! Да подожди ты! Ты что, совсем ослеп на старте лет? Я на дереве! Да я помню, что на дереве. Форадер. Непонятно. Какая-то надпись. Эй, подними глаза! Да пишу я, успокойся ты, блин. Какого хрена ты туда залезла, скажи, пожалуйста? Какой прекрасный денек. Такой воздух нужно консервировать и продавать в Бостоне как лекарственное средство. Осторожно, смотри, не упади. Вот умеешь ты испортить все удовольствие, зануда. Здесь врача не найти, и я не хочу, чтобы ты поранилась. Но это же вряд ли произойдет, согласен? Я думал, ты пошла вперед, разведать обстановку. А что я, по-твоему, делаю? Отличная точка обзора. Словно с мачты. Отсюда, наверное, наш дом Ханновером можно увидеть. Ты проверил эти здания? Стучаться в дверь это не для разведчика, старичок. Здесь должно быть кто-то есть. Есть только один способ выяснить, старина. Ты все дома проверил? Да я вообще ничего не проверял, никакие дома. Ну, пойдем постучимся. Здравствуйте. Есть кто-нибудь? Да, здравствуйте, мистер Американец. Пожалуйста, заходите к нам на чашечку чая с печеньем. Ты думаешь, мне это-то весело? Кстати, они здесь пьют кофе, а не чай. Вот дикари. Открыто. Да ладно. Вы не закрываете двери? Никого не дома? А можно еще раз открыть и зайти? Не хочешь, что ли, зайти? Ну, ладно. Не хочешь, как хочешь. Опа. Стопышечки. Дверь была закрыта. А ты тут открывал дверь? Она была закрыта. Это я точно помню. Мы же с вами проходили, смотрели именно на эту дверь. Кто-нибудь дома? Но если только они не играют с нами в прятки, я бы сказал ответ нет. Остался еще не дом. Бог любит троицу. Да, конечно. Особенно и с надписью на двери. О, здравствуйте. Кто там? Сквозняк. Эй. Дома кто-нибудь? Да, дома никого нет. И что мы здесь должны найти? А-а-а. Спальня, типа. 21 сентября 1923 года. И? Лиси, я тут кое-что нашел. После слов в дело пошли камни. Прилазь с кровь. Проклятие мучает нас. И не осталось никакой надежды в... А, бог. Точно. В этом богом забыто мести. Смерть. Черт возьми. Смерть детей стала концом Гровика. Все, что оставалось еще от наших душ, ушло вместе с ними. Ты должна видеть это, Лиси. Письмо просто обрывается. Его так и не отправили. А кому они должны были отправить письмо? Че он опять молчит? Ты куда опять подевалась-то, а? Ё-моё. Ты видел, как эта дверь закрылась? Это был просто ветер, Мишка Тедди. Ты такой ужасный трусишка. Три корнера, пенальти. Мне кажется, дома уже довольно никого нет. Кто-то написал краской на одной из дверей слово «предатель». И еще там было письмо. Оно звучало зловещим предупреждением. По-прежнему думаю, что все ушли в горы. Кот спасти. Я видел у воды какие-то домишки. Там магазин, церковь. Одним словом, пара на экскурсию? Ну, день светел и ясен, а нам все равно больше нечем заняться. Ты что же такое делаешь? Стой-ка на руках, Тедди. Мой рекорд две минуты. Хочу продержаться три. Просто давай вперед, а я догоню. Ну, окей. Ладно, идем. Я думаю, мы даже с вами побежим, чтобы как бы быстрее все это дело шло. Так, а что, тоже можно пройти, да? А, это мы как раз этим путем-то сами шли. А, вот это что за место тогда? Тоже какой-то короткий проход, да? Ну, в принципе, получается, да. Слушай, может, не будем возвращаться в Канновер? Останемся здесь? И как и будут выживать? Охотиться? Растить урожай? Заниматься собирательством? Люди как-то выживали здесь веками. Почему мы не сможем? Я даже не знал бы, с чего начать. А я могла бы узнать. Я начала бы с кос. Кос можно есть. И еще доить. Но вероятно, в обратном порядке. Ну, скорее всего, да. Все-таки в обратном порядке надо все это дело делать. Фредланд и сын. Фредерик Фредланд и сын. Брат и племянник Йоханну. Фредланды во всем тут имеют долю, включая единственный магазин в городе. А также почту Телеграф. Возможно, там в магазине найдется что-нибудь, что приведет нас к Бете. Или хотя бы банка консервированных сардин. Тебе, старина, надо поесть. Согласен. Вон, консервы стоят, забирай. Плакат. У них была опоминальная служба по жертвам трагедии в шахте. Твоя чертовая июля в деревенской церкви. Трагедия, прошедшая 20 лет назад, она все еще влияла на их жизнь. Паромная переправа больше не работает. Крысы! Миссис Фредланд уже сообщала мне в своем письме. Я знаю, но все равно так и хочется повторить. Крысы! Интересно, почему паром перестал курсировать? Денис вокруг, сколько тут живет? 20 человек? 30? Этого мало, чтобы держать паром на переправу. Народу стало меньше с тех пор, как закрылась шахта. Им нужно двигаться дальше, найти что-нибудь, чтобы вернуть свою деревню на карты. Табак начать выращивать, что ли? Паром сделал бы путь сюда намного проще, и тебе не пришлось бы платить тому человеку целосостояние за наем лодки. У меня не было выбора. Мы должны присвоить его лодку, если она вернется, и взять с собой в Ханновер. И что мне с ней потом делать? Не знаю, может петрушку в ней выращивать, использовать ее в пруду. А, забудь, дурацкая идея. Они были так изолированы от всего, сюда сложно попасть, отсюда сложно выбраться. Но разве нет лодок? Ты видел, как сложно было пересечь фьорд? А есть ли еще при плохой погоде? Нездоровая ситуация. Быть в такой изоляции, сидеть в заперти, читать собрание сочинений. Ладно, не продолжай. Эта деревня прям копия тебя, Эдди. Я сказал, не продолжай. Телеграфный аппарат не работает. Вот и весь мой план. Н-О-С-О-С. Это же было два года назад, но табличка до сих пор здесь. Как может починка телеграфа занять два года? Может, если они не могли заплатить за нее? Или уговорить кого-нибудь приехать сюда и починить? Это место как будто вообще не существует. Здесь наверняка водятся драконы. Ну, или драугены. Так, ладно, мы, в принципе, почитали плакат. Нигде не хочешь присесть, там, еще чем-нибудь порисовать. В туалет сходить не хочешь? Это же туалет. Все удобства, так сказать, на улице. Ладно, пошли в магазин. А, тут что-то еще есть. Фретланд и сын. Откуда ты знаешь? Так, значит, на табличке над входом. И на этой фотографии. Фредерик и Симон Фретланды. Симон. Симон Фретланд. Сын Фредрика. И племянник Йохан. Смотри, как я уже начинаю разбираться. Симон. Симон. Это мне было в сожженной книге. Значит, Симон старший кузен Рут. Ну, как все запутано-то. Ну, да, я помню, какой-то Симон был, оказывается. Он и есть. Старший из мужчин определенно брат-близнец мистера Фредланда. Близнецы это такая путаница. Если бы мы были в бульварном романе, они менялись бы местами друг с другом, чтобы сбивать с толку копов. Черт бы вас побрал, близнецы. Ладно, пошли в магазин. Закрыто. О, яблочные перы. Зачем вообще закрывать двери? Не думаю, что у них тут были проблемы с хулиганами или беспризорниками. На табличке указано, что магазин закрыт, но я подумал, может... Здравствуйте. У вас открыто? Эй, есть кто-нибудь? А ты не можешь просто вынести дверь и черт с ними с замками? Взлом и проникновение. Я не буду этого делать. К тому же просто плечо себе вывихну. Нежный какой. Ну, ладно. Может быть, какой-то обходной путь. О! Ну, окно же открыто, ну. В чем сложность-то твоя? Залезть через окно? Тоже боишься что-нибудь сломать себе? Может быть, ей сказать, типа... Прикинь, тут есть окно. Бетти здесь постоянно ходила бы гулять. Ей нравится быть на свежем воздухе. Как так вышло? Она же городская. Я уверен, что ей надоел Манхэттен. А когда она была маленькой, еще в Ханновере любила играть в саду. Особенно возле... Возле чего? Пруда. Ты в порядке? Просто я по ней скучаю. Окей, ладно. Так, что у нас тут еще есть? Все закрыто. Лодка, Тедди! Что ты возьми? Это наш билет в обратную сторону. Никакой обратной по стороне. Без Бетти. К тому же, в лодке дыра. Она и пара метров не проплывет, прежде чем потонет. Состояние лодок. Я не понимаю. Как будто люди вообще перестали о них забокиться. Какая недальновидность. Как же тогда рыбачить? Или куда-нибудь добираться? Да, дырка-то большая. А, вот и веревка, кстати. Веревка не повреждена. Не понимаю, что это значит. Никто не перерезал. Подозреваю, что узел мог развязываться сам собой. Но ведь ты же сказал, что завязал морским узлом. Я все же ученый, а не рыбак. Тогда кто же забрал лодку? Призрак? Хм. Я думаю, лодку не слой из-за прилива. Ну, раз ты так говоришь. Ну, тогда за кем ты гонялся прошлой ночи? Призрак? Я не знаю. Возможно, все это мне просто привиделось. Возможно. Можно предположить, что кто-то уже должен был заметить нас. Даже с горных высот? Может быть, на них наложили заклятие или проклятие, что сделало их невидимыми? Лисия, да хватит уже. Или может это... Это мы невидимы? Но тогда мы все равно увидели бы их, правда? Нет, полагаю, моя первоначальная мысль более правдоподобна. Место жителей, ставшие невидимками, это по-двоему более правдоподобно? Эдвард, подорогуша, ну попытайся же мыслить шире. Ну, конечно. Хороший способ. Нарисовать. Ну, давай нарисуем. Ну, я думаю, в принципе, ему хватит, да? Для этого. Ну, показывай свою живопись. Ну, неплохо. Подожди, а... А, вот. Мне как-то картинки слились, я думал, это одна общая, это две разные картинки-то. Хорошо. Нарисовали. Погода сегодня благоприятная. Я немного потанцевала вчера, умасливая богом погоды. Особо сильное впечатление произвела на Тора. Ничего бы. Он обещал ненадолго перестать послать гром и молнию. А еще, представляешь, он сделал мне предложение. Но я ему сказал, что боги не в моем вкусе. Я предпочитаю джазовых музыкантов. Джазовых музыкантов. Да, Тор-то не в твоем вкусе, да? Ну, окей. Фантазерка-то еще та. Ну и какие у нас с тобой мысли? Двинь тогда сюда. Опа. Что это? То, что осталось в деятельности шахты. Шахты? Помнишь, я тебе вчера говорил? Здесь была шахта, которая прекратила работу 20 лет назад. Я знаю, Эдвард. Просто пыталась отыскать твое чувство юмора. Но нет, пока не нашла. Да нет у него никакого чувства юмора. Он какой-то вообще... Брюс Габлин. Это памятник? Так и понятно. Три человека погибли при обвале шахты в 1902 году. Нью-Йорк Хасланд, Нильс Фрамбе, Арне Фретланд. Видишь, к чему приводит полная занятость? Постой, ты сказал Фретланд? Младший брат, который помянулся в статье. В газете писали, что трагедия привела к закрытию шахты. А нам-то какое дело до всего этого? Я до сих пор не знаю, почему Элизабет поехала сюда. И ты думаешь, что это как связано с шахтой? Или может быть с тем, что случилось из-за нее с деревней? Ему было всего 19. Как долго он работал в шахте? 19-й слишком юный возраст для грязной и тяжелой работы, типа врубания в камень. Мы в реальном мире, Лисии. Большинство молодых людей не могут позволить себе роскошь проводить свои дни за играми и островными диалогами. Туше. Окей, туше, туше. А для чего его использовали? Для вывоза руды и шахты на поверхность, потом руду грузили на лодке. И что там было? Алмазы? Золото? Или старое доброе скучное серебро? Железная руда. Какая руда? Камень, содержащий включен. Я знаю. Забудьте, Эдвард. Не понимаю, почему они оставили ее здесь. Словно памятник невзгодом. Жутковато. Деревенские суеверия. Может быть, они думали, что если переместят ее, это навлечет на них зло счастья? Куда идут эти рельсы? К шахте? Куда же еще? Ну, не знаю. Горному замку, где живут ледяные великаны. И таким образом им отправляют железемичные жертвоприношения, козье мясо. Надеюсь, что козье. Да ты прям великая фантазерка. Так, там мы были? Там, по-моему, мы не были, да? Тут есть где-нибудь присесть? А вдруг все превратились в камушки и не могут больше говорить, но чувствуют все, что с ними происходит? У тебя с головой что-то сильно не в порядке. Это да. Это было просто ужасно, правда? Ох, да я была бы убийцей. И реальность, ее фантазия прям что-то не то. Она прям, прям чересчур. Так. И что теперь? Мы везде посмотрели. Похоже, что тут действительно никого нет. Может быть, мы что-то пропустили? Упустили что-то важное? Как насчет магазина? Мы ведь еще не были внутри. Он выглядел заброшенным, но может тут еще раз взглянуть? Отлично, Кэп. Я же тебе говорил, там было открытое окно. Какого хрена ты ничего не захотел делать? Ну, давайте перенарисуем здесь. Мы еще не были в шахте, кстати говоря. Попробуем нарисовать здесь картинку, пейзаж. Потом догуляем до шахты, если там открыто. А потом уже снова магазин. Так, ну, в принципе, все. Ну, показываю, что нарисовал. Ну, окей. Красиво. Так, ну, пошли. Да, мы, кстати, еще не были внизу. Предателям вход воспрещен. Отлично. Хочешь припрыгнуть через ограду и узнать, что там на той стороне? Да, хочу. Тут неспроста написано, что вход воспрещен. Ну, Тедди, там же могут быть тролли. Или, к примеру, еще дома. Где твои дух приключений, старичок? Разве тебе не хочется узнать, куда ведут эти рельсы? Они ведут к старой шахте. И нет, не хочется. С меня хватило приключений по ту сторону ограды. Кроме того, неспроста же написали, вход воспрещен. Какая с тобой скукотища, Мишка, Тедди. Готова побиться об заклад на что угодно, ты перепрыгнул бы через ворота, если бы думал, что на той стороне тебя ждет Бетти. Фредерик Френдланд. Кто же эти предатели, по его мнению? Ну и что? Ну, перелазить-то будешь, нет? Мах! Ты реально какой-то скучный чувак, блин. Очень скучный. Почему тебе неинтересно перелезть, посмотреть? Ну, подумаешь, написано, вход воспрещен, блин. Тут никого нет. Иди, заходи, смотри, изучай, ищи сестру. Нет, я не пойду. Тут же написано, вход воспрещен, значит, я не пойду. Что за тупость? А где вход в этот дом? Ясно. О, да ладно, тут еще, может, место для рисования. Ну, давай. Может, это какую-то ачивку дадут, что я побывал во всех местах, где можно что-то нарисовать. Заодно полюбуемся пейзажами. Так, ну вроде как все, да? Давай, показывай, что нарисовал там. Странно, смотрел в одно место, блин. А нарисовал совсем другое. Нарисовал вот это вот. Ну, ты странный, конечно, да, бывает. Ну, решишься, нет? Как тут тихо, мирно. Если бы рядом никого не было, я разделась бы до гола. Земля радовалась бы прикосновением моих волосых ног, а ветер наслаждался, играя с моими волосами. Да неужели? Ну, не знаю, мне просто нравится быть обнаженной. Ну, только когда тебя нет рядом, Мишка Тедди. А че это, друг? Стесняешься, что ли? Ладно, пошли. Тут, получается, больше делать нечего. Мне просто интересно, я побывал во всех местах, где можно что-то нарисовать? Или все-таки нет? На лавке. Но на лавке вроде как мы были, он не присаживался. Это мы почитали, ознакомились. Здесь еще, кстати, одна лодка стоит. А, она затопленная вся. Но она вроде бы не дырявая. Или дырявая, непонятно, ладно. Так, мы там были. Давай пробежимся здесь, посмотрим, может быть, опять-таки найдется какое-то место для рисования. Вот, кстати, лавка. Точно, нарисовать. Как чувствовал, как чувствовал, как знал. Точно, нарисовать. А, лавка. Продолжение следует... Продолжение следует...